Глобальный ремонт моста на новом рынке выходит на финишную прямую. То, как путепровод будет выглядеть, визуально уже понятно. Опоры возведены, пролеты сделаны. Сейчас строители готовят их для дальнейшей укладки асфальта и новых рельс. По окончании работ по заливке плиты монолитной и по окончании, после заливки швов, устройство защитного слоя бетона на плитах. Приступим к гидроизоляции. Дальше уже все верхние работы, то есть дорожная одежда, навайное полотно будет устраиваться. На малом путепроводе приступили к уже устройству гидроизоляции. Заканчиваем монтаж швов. До конца октября основные работы завершат. А вот обустройство барьерного ограждения, частичное асфальтирование, укладка рельсов на большом путепроводе, подключение трамвайной сети, планы на ноябрь. И объект достроят вовремя. До конца ноября этого года, говорит подрядчик. К слову, на днях в городской мэрии обсудили все нюансы оставшихся работ. Особое внимание власти уделили организации пассажирских перевозок в ноябре. В периоде монтажа трамвайных колец со стороны торгового центра транспортная комиссия приняла решение вывести на линию 99-й автобусный маршрут. Он будет дублировать, по сути, 1, аспорт К2, МРЦ, Пионер, 4 автобуса большого класса. Это есть финансовые средства. Задиспечим подвозку людей автобусными маршрутами. Плюс сохраним тот бесприсадочный тариф, который был установлен на городском электрическом транспорте. Автобус будет курсировать с 6 утра до 9 вечера каждые 9 минут. На совещании, посвященном вопросам реконструкции моста, глава города Вячеслав Франк еще раз напомнил, что в период разбора разворотного кольца работу маршрута необходимо организовать четко, без перебоев. Валентина Аскерова. День с толком. День с толком.